Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Допустим корейская диаспора ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, окей, ладно. Приятно было побеседовать с культурным львовянином. Окей, всех благ. Have a good day. День флага. Ну, вообще, день Харькова. Более важный праздник. День флага более важный. Ну, вы откуда? Сегодня у нас день независимый. Я в курсе, вы откуда? Где же вы? Я из Одессы, а вы? А я из Харькова, Харьковской области. Для меня, боже... Да, вы из Торонто, вы мне не иврите. Ну, сейчас я в Торонто, да. Зачем вам врать? В данный момент я в Торонто, я ж не оспариваю. Я знаю, что вы в Торонто. Нет, ну... Для вас, может, день флага более важный. Для меня день Харькова 23-й более важный. Ну, это дело вкуса. Ну, ладно, вы... На какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? Я беседую на темы русских оккупантов. Ну, вопросы есть для вас по этой теме? Ну, я не знаю. Вы за Украину, за Россию, за что вы? Я за слабожанщину. А, понятно. А, адекватно? Ну, знаешь, что такое слабожанщина? Ой, блин... Вы хорошо знаете истории? Хорошо знаю. Точно? Точно. Что вас интересует? Я с Одессы. Я понял. Что вас интересует по истории? Кто основал Одессы? Узнаете? Знаю. Кто? Основан по указу Екатерины Второй, а до того там был город Хаджубей. Нет. Ну, не город, а населенный пункт. Вы не знаете, кто основал Одессы. Вы не знаете эту тему. Какие вопросы будут? Ну, это... Я вам сказал одну из версий, у вас другая версия. Мне версии не интересны. Я только факты и точно. Я поэтому определяю, что я буду говорить с человеком. Другая версия, что я основал Дерибас. Разные версии есть. Дерибас. Хорошо. Кто основал Харьков? Харьков основан по указу царя Алексея Михайловича. Понятно. А до него кто был? Что, кто был царем или кто был на месте Харькова? Кто там жил? Какой там был хутор? Какой там замок? Ничего не было. Крепость Харьков, крепость основана в 1653 году по указу Алексея Михайловича. Понятно. При Совке придумали версию, что якобы основал казак Харько. Но это при Совке, чтобы оправдать то, что большевики Ленин и Троцкий засунули Харьков в Украину. Чтобы это злодейство оправдать, придумали версию про казака Харько. Это Совковая версия, если вы не в курсе. Понятно. Что, как думаете, Украина победит? Ну, я вам так скажу. Украина, каждая страна заявит, что она победит в итоге. Что Россия, что Украина. Знаете, вот, если вы историю знаете, была война 1812 года, знаете? Какая? Ну, вот, хороший вопрос. Это говорит о том, что вы знаете историю. Кроме как война с Наполеоном... Подожди. Это была гражданская война. Вот тут вы не знаете. Гражданская война в Штатах была намного ранее, но не намного на несколько десятков лет. Она была в 1770 каком-то году. А война между Британией и Штатами, когда Британия пыталась восстановить господство над своей бывшей колонией, была в 1812 году. С одной стороны Британия и Канада. Почему здесь Украина? Я вас подвожу. Вот в той войне, которая закончилась боевой ничьей, обе стороны заявили, что они победили. Что Штаты заявили, что Британия заявила. То же самое будет и здесь. Хорошо. То же самое будет и здесь. Россия отожмёт определённую территорию, скажет, что она освободила, а они вернулись в родную гавань. Украина сохранит. Там Киевы разные, Винницы, возможно, и Одессу. Тоже заявили, что они отстояли свои территории. Тоже заявили, что она победила. Вот этим и закончится. Понятно. Вы тоже живёте в Канаде? С пятого года. Это мой прогноз. Вы просто не знаете, что теперь творится в Украине и веяние этого не чувствуете. Потому у вас такой прогноз. Просто у вас сейчас другое время и как бы... У нас сегодня президент такой, что чувствует, что народ хочет. И народ как бы уже показывает, что он... Ну, президент ваш после визита в Харьков откровенный подонок. Знаете почему? Вы не говорите так, потому что я своего президента уважаю, люблю и... Я не оспариваю ваше... Это первый президент в 100 человек. Я не оспариваю ваше правило любить... Да, вот. Но когда он приехал в Харьков, он показал дулю в восстановлении Харькова. Сказал, изыскывайте деньги, а я буду гарантом. В то время каким-то киевским ебеням, Ирпению и Буче он выделил 650 миллионов. Покажите мне статью, где пишется, что он это всё показал и сказал. Гуглите интервью Зеленского-Терехова. Ну, была пресс-конференция, Терехов там был, Сенегубов и Зеленский. Он заявил... Вот вы, наверное, смотрели. Вы просто пропустили мне мышей, это вам неинтересно. Выделит ли он Харьков или нет деньги? А мне это важно. Вам даже выгодно, чтоб не выделили, потому что тогда он выделит, может, Одессе больше деньги или ещё кому. Но он выделил до этого, за два месяца до этого, Киевской области выделилось 650 миллионов, Черниговской – 350, Сумской – 250. А Харькова показал дулю. Сказал, изыскивайте деньги сами, а я буду гарантом. Такой же у тебя гарант. Хорошо. Вот у меня вот такой вопрос. А наш президент – это министр экономики? Ну, нет. Поэтому странно, что он заявляет, что он кому будет выделять. А у нас в стране какой лав? Как он? Президент всё и асфальт вкладёт? И денег? Нет, конечно. Нет, конечно. Но он заявлял, что он будет выделять. Почему вы говорите вот такие страны? Потому что он это заявлял. Вот это и странно, что он заявлял. Что он? Скажите его первые слова, которые вы и я потом прочитаю. «Изыскывайте деньги на восстановление Харькова, а я буду гарантом». Ну, это почти дословно. Это он так сказал? Да. Это видео есть. Видеоконференция, да. Видео найдет. А, он сказал, ищите деньги. Я ничего не дадим, да? Нет. Он ничего не дадим. Он сказал, изыскивайте деньги, а я буду гарантом. А между сроком это читается, что я ничего не дам. Он же не может так заявить, я ничего не дам. Он же президент, вы же сами понимаете. Хорошо. А как вы насчёт той новости, что есть европейские страны, которые обязались там восстановить. Там Киевскую область, там взяли финны, там вот немцы взяли там Чернигове. Вот я вам скажу, что в Харькове тоже есть страна, которая взялась… Прекрасно относить. Даже более того, это страна из США. Это не только США. Ну вот. Это Австрия, во-первых. Но если Харьков освободится от Украины, если он будет независимым, возможно США будет помогать. Если будет независимая слабожанщина. Потому что выгодно Штатам иметь ещё государственную слабожанщину в сфере своей орбиты. Сами понимаете. А если Россия заберёт Харьков, тогда Штата не будет она помогать, я так думаю. Как вы думаете? Это бред какой-то. Какая слабожанщина Ленина? Это уже двадцать первый век. Ну, двадцать первый век. А почему вы лишаете некоторой исторической территории право иметь своё государство? Зачем это? А зачем это? Как зачем? Вы понимаете? Нет. Вы понимаете, как сегодня ЛАД идёт в мире. Сейчас идёт глобализация. Сейчас не идёт разъединение. Экономическая. Экономическая. Я согласен. А зачем Чехословакия? Это реально. Почему? Почему создался Европейский Союз? Для чего? Для чего? Я понимаю. Для чего? Для экономической связи, для бестаможенного бизнеса. Почему? Для единой валюты. Евроатлантический альянс с другими странами. Это глобализм, я знаю. А почему разделилась Чехословакия, как вы думаете? Почему Чехии... Разделились почему, да? Ну, потому что там я был в Чехии и жил. И слышал, что мне чехи говорили. И работал со словаками в фирме. И слышал одних, одних тоже. Это два разных как бы народа. Ну, правильно. Да. И что? Это совсем другое. Ну, живут два разных. В Канаде живут два разных. Ну, много народов. Конечно. Правда. Два разных народа по языку тоже живут. Да. КВД. Знаю. Да. А вот Чехословая, Югославия разделилась. Спускание в мир, наверное, разделилась на шесть государств. Ну, вы сами знаете, там есть влияние США и Европы, и там есть влияние России. Ну, я понял. Ну, это все, так сказать, я говорю не в принципе вот тактическому, у кого какое влияние, а в принципиально, концептуальном смысле. Почему вы в Словении или даже в Словакии даете право иметь свое государство, которое меньше слабожанщины, как по территории, так и по населению, в разы причем. А слабожанщины не даете такое право. Вы говорите про Югославию и понимаете, что там есть другие веры. Там есть одна вера и есть там другая вера. В Киеве и в Харькове пока одна вера, но уже разделяется. У вас киевский патриархат, в Харькове в основном московский патриархат. То есть вот вы же сами разделили православных, а потом говорите, что одна вера. Вы понимаете, что такое православные и другая вера, ну арабские страны? Я понимаю, что это искусственное разделение, но тем не менее оно есть. Блин, это очень небольшое вера. Вера разная, язык тоже можно сказать разный. Если я вам скажу по-харьковски, вы же не сможете перевести наверняка. Хорошо, как они экономически могут вытянуть это сами? Экономический? Харьков вообще, Харьковский регион вообще-то регион донор, запросто вытянет. А пока Украина паразитировала на его экономическом потенциале. Помните, до 2014 года все говорили, Донецк, Луганск кормит Украину, мы уголь, все, мы работаем, вы там все отдыхаете. Если мы там отстанем, вы там будете пропадать и все. А что вышло? Это не все говорили, это говорили Донецк. Все говорили, по телевизору, со всех щелей. Вы задали вопрос, давайте ответить. Это не все говорили, а говорили именно Донецк. Пускай и по центральным каналам, поскольку центральные каналы были Принаковичи под ними. Они, вот, я вам повторяю, Донецк и Луганск не были регионами донорами, поэтому они говорили не вполне правду. А Харьков, впрочем, как и Одесса, является одним из пяти регионов доноров Украины. Если вы откройте карту регионов доноров Украины, вы убедитесь. Раз Харьков... Где есть морской порт в Харькове? Обсчет морской порт. Харьков, у Харькова другие бенефиты по поводу... Скажите мне... Наука, вузы, промышленность... Вы имеете в виду... Дарницу, да? Какая Дарница? Дарница в Киеве. Ну, какой там... Я забыл, какой там есть фармалактический завод. Ну, много заводов. Турбоатом есть. Хорошо. Из высокотехнологичных. Этих заводов где? Ну, я же вам... Я не знаю, конкретно у какого завода где пенефициары. Если вы не знаете, они не вытянуты. Потому что все пенефициары этих заводов живут не в Харькове. А где они живут? Где? В Центральной Украине. На Западе. В Полесии. В Европе. В США. Ну, так а почему им... Почему им... Вы считаете, будет невыгодно дальше продолжать развиваться? Потому что у них начнутся проблемы. Это какие-то таможни, это другой регион. Какие проблемы? Это какие-то другие сборы, это какая-то другая сертификация. Будет, возможно, те же самые правила, какие для Украины. Или те же самые, так сказать, принципы. Это нужно сделать так, чтобы дать Крыму автономию. Но зачем Харькову автономию, если там не живут крымские татары и другие национальности? Там живут другие национальности. Какие там живут? Русские, намного больше русских, чем в Киеве или в иных. Там говорят по-русски. Это да, я понимаю. Не говорят, а и... И причем, давайте отдадим русский тогда. Тогда пускай этот Харьков загнывает, как в Приднестровье, как Осетия, Абхазия, как другие страны, КНДР и где коммунизм. Ну или... Там всюду пропасть. Ну, не всюду. Ну, да, да. Всюду. Скажите мне хоть одну процветающую страну, где русские зашли. Сирия? Ну, почему тут русские? Мы говорим про независимость слабожанщиков. Правильно. Вы говорите, что там живут русские. Ну и что? Ага. Русские – это национальность. Они нигде не могут зайти. Заходят государства. Заходят государства. Россияне заходят в таком случае, а не русские. Русские – это не национальность. Вы ошибаетесь. Ну, а что это по-вашему? Открываете перепись населения Украины последняя, 2001 год. И читаете. Украинцы первое место – 77%. Русские второе место – 18%. Перепись Украины была два года назад у нас. Да? Ну, это такая неофициальная была онлайн перепись. А вот такая официальная перепись была в первом году. А вот как ваш канал называется, кстати? Нет, так нет. Обычно, если флаг висит, канал есть. Да зачем? Я просто так. Если триггер срабатывает, нормально. Ну, я понял, я понял. Ну, окей. Я просто говорю, что… По поводу Донецких, вы меня перебивали все время. Я хочу вам уточнить. Донецк и Луганск не были регионами-донорами в списке регионов-доноров Украины. А Харьков есть, как и Днепр. Поэтому ситуация абсолютно разная. В случае гипотетическом, если они будут независимы от Украины. Либо, если Украина-Сталин цивилизованный в отношении, так сказать, допустим, федерации там. Или унитарии, но цивилизованной, как Финляндия, со справедливым распределением ресурсов между регионами. До этого она только паразитировала на регионах-доноров. Ну, посмотрим, как будет после войны, если она останется в каких-то границах. Вам нравится жить в Канаде? Нравится. Ну вот, живите в Канаде. Я думаю, что украинцы как бы сами разберутся. Все хорошо, но выиграют. Но у меня и в Харькове есть недвижимость, так что. Вы откуда? Я из Мелитополя, но это рядышком. Рядышком с чем? Ну, с Америкой. Круто. Ну, хорошо. Может, вопрос у вас интересный есть. Чего-то Америка, не пойму, конечно. Ну, ладно. Вопрос. Как у вас день? В это... Ну, день. Вопрос. На первый. Вопрос. День в день, может быть, и во Владивостоке, например, утро. Да? Да? Да не может быть во Владивостоке. Ну, сколько... В Владивостоке, как говорилось, во Владивостоке полночь. Ну, да. Ну, какие-то было. В Владивостоке. В Владивостоке. В Петропавловске и Камчатском было. А, в Камчатском полночь. Точно. Ну, понятно. Там рядышком. Ну, хорошо. Нет. Я просто спрошу. Ну, ладно. Я скотинент... Я из Америки, только не из США. Я... Отгадали. Молодец. У вас вопросы, как уж какие есть? Нет. Главное, чтобы у вас хорошо все было. Ну, вы на какие темы беседуете? Хорошо. Да у меня нормально, и вы за меня не беспокойтесь. У вас, чтобы хорошо было. Да нет. Я могу... Вот вы зря фотки проецируете туда. Вот сейчас проецируете, и это отвлекает внимание от вас. И я вот смотрю фотки красиво, блин. Ну, обалденно. Вы... Не, ну, это что-то, чтобы остановились. Народ... Народ останавливается, спрашивает, а они и пролистывают. Там... Не... Я специально, как завлекалова, используюсь. Да, ну... Не, почему? Фотки классно. Вот это у вас, блядь, классно. Вообще, вы красиво это вот все сделали, но... Это отвлекает от вас лично. Ну, я по... Я понимаю. Ну, хорошо. Не отвлекайтесь. Вопросы у вас есть какие-нибудь интересные? Да нет. Ну, главное, я думаю, выживайся, пизу-пиз. Ну, ладно, у меня к вам вопросы. После окончания военного конфликта, в каких по вашим границах останется Украина? А ее не будет. Ну, как не будет. А кто же будет долги отдавать Западу? Не Россия же. А долги никто не... Ну, долги отдают русу. Ну, вот Киев нахватал долгов. Киев должен остаться, по крайней мере, правобережный Киев, Винница, Украина. И чтобы они долги отдавали. Будет любовь. Любовь какой-то. Любовь. Кто больше всех пиззел, тот и отдает. Так любовь в Польшу уйдет. Ну, так можно отдавать будет. Нет. Это с таким уже успехом, можно сказать, что Мелитополь, раз в Россию уходит, будет отдавать. Ушел из Украины, все, взятки гладки. А кто в Украине остался, тот и отдает. Вот так нужно рассуждать. Мы от Мелитополя сейчас, в данный момент. Мы отдавать ничего не будем. Ну, я о чем и говорю, что раз вы из Украины уйдете, вы отдавать не будете. И Львов также уйдет из Украины, тоже отдавать не будет. Я же про это и говорю. А как он уйдет? Ну, попросится в Польшу. Польша его возьмет. Ну, попросится в Польшу. А Польша не имеет права входить в Польшу. Потому что если она войдет на Украину, то будет не конфликт с НАТО, а конфликт с Польшей. Поэтому Польшу можно и башить пацаны. Нет. Ее могут пригласить официально львовские власти. Тогда они войдут. Украина будет настолько ослаблена, как вот СССР в девяносто первом году, что мнение и распоряжение центральных властей ничего не будет стоить. Это next to nothing называется по-английски. Тогда будет идти такие реберинговые настроения по всему периметру. Не только вот в Запорожье, который захочет уйти из Украины, но и львов захочет уйти. Только там Запорожье в Россию, а львов в Польшу. Что же там непонятно? Ну вот. А львов нужен Польша. Ну как же, это же их город. Ну и он больше, австрияки его бы пристроили, чем поляки. Ну поляки тоже там что-то приложились. Нет. Украина ж ничего. Нет, я просто к тому, что ООН нет. Он нужен разве и Польша? Он нужен полякам, потому что там очень много субъектов реституции, то есть дома. Если поляки будут претендовать на возвращение собственности, он для этого им нужен. А как же? Очень много домов поляков там. Личность, собственности. Собственности много. Я знаю, украинцы этого не понимают. Они этого не понимают, что у них их просто тупо... Ну, как бы я во Львове очень часто жил. Они украинцы этого не понимают. Да я в курсе, что украинцы не понимают. Наплевать на украинцев. Мы сейчас говорим о перспективах городов. Вот Запорожье... Перспектива... Ну я ладно, вы я вижу такой грамотный человек. Если хотите, я вам рекомендую. Ладно, спасибо за беседу, всех благ. Да он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве... Ну правильно, утилитарное государство. Правильно? В Великобритании утилитарное государство. В Германии утилитарное государство. У них есть один... А на конце прошло? В соединенных штатах, я, допустим, в соединенных штатах, федерализация? Федерации. То есть, в Германии утилитарное государство. Вот, в соединенных штатах федерации, вот это... Я слышал, слышал? Да. Да? А как называют там? Да. Да. Да, да. В соединенных штатах, это федерация? Да. Вот, можно сказать, вот, сайт, или разница, но корынок всегда писать мудрый путь. И сниться нам неровко, с мальома, сниться ледяная синяя. Сниться нам, срова, 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 срова... В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому, что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Ливская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще. Без лишнего шума узнаю, кто сейчас здесь... стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Аркафовский был. Мы сделали украинским углом и начнем. Пытаясь. Да, да. Украина, кто... О, все равно. Ну, по крайнейшему. ...типа гостинуты. Еще раз заявляю. Власть в Аркафовской области четвертая и сильная. Мы не позволим никого учить нас жить. Я благодарю вас. В Аркафовской области не будет ни Донецкой, ни Гмолской области. Будет только в Аркафовской области. Будет только в Аркафовской области. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok